Деньги любят счет, особенно когда речь идет о налогах. В Самаре завершается рассылка налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов за 2023 год. В этот список входят земельные и транспортные налоги на имущество и доход физических лиц. И НДФЛ неудержанный налоговым агентом. Граждане получают уведомления через портал Госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, в МФЦ, заказными письмами на почте или прямо в инспекции. В налоговом уведомлении указываются все объекты, за которые должен гражданин оплатить, и соответствующие суммы налога. То есть объекты могут постоянно меняться, могут изменяться ставки налогообложения, у людей могут возникать разные льготы. Хотелось бы поблагодарить всех добросовестных налогоплательщиков, которые уже до срока уплатили свои имущественные налоги. Благоустройство города, здравоохранение и образование – те сферы, которые финансируются за счет налогов граждан. Только в Самарском районе благодаря собранным налогам благоустроили девять дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализовали три территории по программе «Твой конструктор двора», заасфальтировали 18 внутриквартальных проездов, а сейчас заканчивается реализация двух проектов по программе содействия. Срок уплаты имущественных налогов – 2 декабря. Уже с третьего должникам будут начислять пенни. Сейчас это 1,03 отставки Центрального банка. Далее информация о задолженности будет передана судебным приставам. Должнику могут ограничить выезд, регистрационные действия с автомобилем или недвижимым имуществом. Полина Чулякова, Игорь Казановский, События.